Как известно, наш Саровский монастырь Просуществовал больше 220 лет Но в печальном 1927 году Все имущество с его строениями Передали в ведение Нижегородского управления НКВД Здесь устроили детскую трудовую коммуну Затем исправительную колонию для подростков И для взрослых заключенных А потом в Сарове были коньковый завод И завод номер 550 Что же касается относительно новой истории Создание и становление секретного объекта И закрытого города То она хорошо знакома даже школьникам Однако не все знают Что и после революции В течение целого десятилетия Даже при советской власти Вплоть до самых своих последних дней Монастырь продолжал Притягивать к себе Тысячи людей Простые паломники Шли к мощам чудотворца Серафима За утешением и исцелением А еще мы знаем, что на земле преподобного Побывало немало и непростых людей Среди которых известные русские литераторы Одни, как юный Неверов Ставший потом журналистом и писателем Основателем гуманитарной педагогики И другом Ивана Сергеевича Тургенева Посетили старца во время его земной жизни Другие после кончины И таковых куда больше И мне стало почему-то интересно А кто же из известных деятелей культуры Он был последним паломником Саровской пустыни Удалось выяснить, что накануне закрытия Саровской и Девевевской обителей Их посещал удивительный, но малоизвестный В широкой общественности человек Профессор, медик, писатель и филолог Иван Михайлович Андреевский Он не побоялся в беспокойном 25-м году Да к тому же в колыбеле революции в Петрограде Организовать богословский кружок Который через год преобразовался В братство преподобного Серафима Саровского Вполне понятно, что в 1928 году Вместе с другими членами братства Ивана Андреевского арестовали и заключили в Соловках А потом отправили в ссылку Кстати, в Соловках он отбывал срок Вместе со своим учеником И будущим знаменитым академиком Дмитрием Лихачевым А впереди его ждала долгая жизнь в Германии и США И яркая деятельность в зарубежной русской православной церкви И как раз перед этими грядущими испытаниями Сподобился Иван совершить паломническую поездку в нашу обитель О ней он рассказал в очерке Путешествие в Саров и Дивеево в 1926 году Опубликованном аж 27 лет спустя В 1953 году в Джордан-Вилле В журнале «Православный путь» Вероятно, это паломничество было предопределено свыше Оставались какие-то считанные месяцы До разгрома святой обители И, как всегда бывает и в духовном мире Накануне великих утрат Верующему человеку было послано утешение Но его давняя мечта побывать в гостях у преподобного Осуществилась неожиданно Вот как он об этом вспоминал Однажды летом 1926 года В июле месяце мне пришлось быть в Киеве Я сидел на берегу Днепра И любовался Киево-Печорской лаврой Ко мне подошел какой-то странник и заговорил Он сообщил, что путешествуя по святым местам Теперь из Киева собирается идти в Саров Какой вы счастливый, сказал я ему Будете в таком святом месте А я вот давно мечтал там побывать Да все не удается Тогда странник встал, пристально посмотрел на меня и сказал Раб Божий Иоанн, ты там раньше меня будешь После этого он благословил меня и ушел И все сбылось так, как предсказал незнакомец Так Андреевский оказался в наших краях Следуя совету батюшки Счастлив тот, кто сутки пробудет в Дивееве Ибо около него пройдет Пресвятая Богородица Он задерживается в Дивееве еще на один день И именно здесь, на Богородичной канавке К Ивану приходит некое прозрение о том Что с ним в скорости случится Что у него будут отняты все земные блага и Родина Можно сказать и по-другому Обходя канавку, он родился духовно И то озарение сопровождало все последующее творчество писателя Позже Иван Михайлович создаст не одно произведение православных святых Прежде всего о преподобном Серафиме Ныне, размышляя об этой своеобразной вехе в жизни Андреевского Мы можем сказать, что и предки наши, и писатели-философы Стремились в саров потому Что духовное влияние святого Серафима Не прекратилось с концом его земного бытия А только продолжилось и усилилось Очень точно об этом сказал протеерей Валентин Свинцицкий Образ преподобного Серафима близок нам так потому Что мы чувствуем лучшее, что есть в самом русском народе Он – это мы сами Но поднятый из грязи, очищенный подвигом, просветленный благодатью Он не только близок нам, он наш родной С тех пор много воды утекло С тех пор жизнь страны кардинально изменилась Но наш уголок России по-прежнему дорог человеку, ищущему себя Ищущему русский дух в себе И высоко-высоко над всем стремительно меняющимся миром образ Серафима И вот он-то до сих пор остается незыблемым в миропонимании русского человека Как правда, как истина, как любовь И даже люди, настроенные скептически ко всей церковной жизни Вынуждены признавать, что Серафим действительно светит Вот доказательство этого уместно провести некие параллели И напомнить нашу недавнюю историю Хронологию возрождения православной жизни в Сарове В беспокойном 90-м году двадцатка наших земляков не побоялась В особом городе организовать православную общину А тогда для этого требовалось немалое мужество И среди них знаковые для меня люди Алексей Викторович Федоров, Иван Ильич Сидоров, Владимир Михайлович Корюк Алексей Валерьевич Кондрашенко и другие Именно они были первыми И, наверное, тоже не случайно, что в ноябре того же 1990 года Происходит знаковое явление Второе обретение мощей преподобного Серафима И не где-нибудь, а именно в Санкт-Петербурге А уже 30 июля 1991 года святые мощи торжественно переносятся в Дивеево Прошло еще 15 лет и в июле 2006 года В день убиения царской семьи и в год 300-летия Саровского монастыря Священный Синод принимает решение о возрождении монастырской жизни в Сарове В общем, как по Писанию, все вращается и возвращается на круги свои Но согласитесь, кто бы мог в 1927 году предположить, что через 90 лет ученые-ядерщики вместе со священниками, писателями и философами создадут в Свято-Успенской Саровской пустыне духовно-научный центр Кто бы мог предположить, что город вновь станет центром протяжения уже для современных мыслителей Однако уже не только для утешения и спасения собственной души стремятся они сюда А для того, чтобы сверить свои земные деяния с вечными ценностями и определить дальнейший путь Сарова, нашего края и всей России Да, и по сей день не кончаются их обращения к образу великого святого Потому что через него им сподручнее, хотя бы фрагментарно, увидеть и отчасти понять душу и дух русского народа Ведь, как справедливо замечено мудрецами, если хочешь лучше узнать народ Смотри на него не тогда, когда он беснуется, а тогда, когда он молится И еще одно наблюдение Относительно недавно, в 13-м году, в московском издательстве «Смирение» вышла книга писателя Крупина «Пока не догорят высокие свечи» А я напомню, что Владимир Николаевич трижды бывал в Сарове А во время литературного хода от Дивеева в Саров даже заложил первые кирпичики в основание Балыковской часовни Приведем небольшой отрывок истрогательного повествования этого современного классика Здесь тоже присутствует тема паломничества к преподобному Серафиму, только необычного Как отрадно бывает, когда в дальней поездке, в далекой от России стране, в церкви видишь вдруг образ своего святого Встретить привычный лик русского святого – это как улыбка Родины И почти всегда радостно видишь нашего милого, сердечного батюшку Серафима И подходишь к нему, как под благословение Очень, очень его чтят, молятся ему Нет лучше подарка для православных, живущих по воле Божией не в России, чем образочек, пусть самый скромный преподобного Серафима Саровского Да, время течет, как река, все меняется, и мы, и мир И вот ведь как получилось, Иван Андреевский был далеко не последним паломником на земле преподобного Серафима И дай Бог, чтобы никогда не было последних